Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И мы продолжаем разговор о том, как любой пациент может совершенно просто выявить безграмотность своего лечащего врача-невролога по тому, какой препарат он ему назначил. Все это мы делаем только благодаря нашему девизу «Завожив их, оплакив мертвых, разбивая волни» и потому, что, еще раз говорю, мы всегда на вашей стороне. Итак, невролог назначил октовигин. Какая степень безграмотности? Ну, я вам прямо скажу, что мы разработали собственную методику. Вот эта методика, она работает очень и очень просто. Иногда вам не нужно знать ни диагноз, не нужно даже лазить в инструкцию препарата. Вам достаточно просто знать, что вам назначили, и посмотреть наш ролик. Более того, вы можете с нами не согласиться, вы можете думать о любой другой степени безграмотности. Итак, мы разделили безграмотность, это наша собственная шкала, ноу-хау, на три степени. Легкая степень безграмотности. Вам назначили препарат, который вам может помочь. Например, препарат назначен по показаниям, но вот назначен он неправильно. Схема не та. Например, вам назначили меньшую дозу, меньше, чем терапевтическая. Или не та продолжительность приема. Более короткий прием, затем прием обрывается. И следующая степень безграмотности. Средняя степень, она же средне-тяжелая безграмотность, она же умеренная безграмотность. Это назначение препарата, который заведомо не может помочь. И, наконец, последняя тяжелая степень безграмотности. Назначение препарата, которое может ухудшить состояние больного. Причем заведомо может ухудшить состояние. Итак, сегодня мы разбираем случай октавигина. Вам назначили ли вашему родственнику назначили октавигин? О какой степени безграмотности это может свидетельствовать? Слушаем, что такое представляет из себя октавигин. Обратите внимание, что мы ссылаемся на производителя этого препарата. Итак, из телят производится кровь телят. Производится фильтрация. Причем удаляются белки и форменные элементы крови. Вообще состав крови состоит из плазмы. В плазме входит вода, белки, жиры, глюкоза, минеральные соли. И форменные элементы, то есть клетки крови. Это всем известные эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Так вот, форменные элементы, как вы слышали, удаляются. Белки удаляются. И почему они удаляются, это понятно. Потому что если не удалить белки, то будут тяжелые аллергические реакции. Остается вода, жиры, глюкоза и соли. И вот это все вливается в Бальдову. Причем я бы хотел обратить внимание, что на самом деле действующего вещества действительно нет. Вот цитата из одной работы. За более чем полвека действующие вещества в составе октавигина так и не были обнаружены. То есть что такое действующее вещество? Это то вещество, это та уникальная биологическая субстанция в составе лекарства, которая собственно и действует. Обеспечит фармакологические свойства препарата. Конечно же ни вода, ни минеральные соли, ни глюкоза, они никакого специфического влияния оказать не могут. Соответственно специфического активного вещества в составе октавигина нет. Ну, есть только очень простая гипотеза, которой этой гипотезой дурят головы не только пациентов, но дурят головы врачей. Что говорят, как действует октавигин? Якобы октавигин стимулирует потребление кислорода и глюкозы абсолютно любыми тканями. Почему вот эта гипотеза, она такая ходовая и так хорошо люди на нее покупаются? Потому что люди в принципе жаждут простых решений. Им кажется, что все, любые клетки обработают одинаково, не важно мышцы, голова, это абсолютно не важно. Важно добавить сахарку. То есть, если мы добавим сахару, если мы добавим кислороду, то все будет хорошо и любая ткань человеческого организма будет работать. Вот такая простая замануха, которая на самом деле, еще раз говорю, не имеет никакого отношения к самому препарату, потому что активного вещества в его составе просто нет. Ну, понятно, что такой препарат без активного вещества, он мог появиться и использоваться в основном в такой стране, как Россия. Обратите, пожалуйста, внимание, что у нас всегда были особенности. Давний анекдот из времени начала COVID-19. Штирлиц, объясните, почему во время эпидемии весь рай хватает туалетную бумагу, а вы гречку? То есть, обратите внимание, что мы обязательно чем-то должны отличаться от европейских стран. Перечислять не буду, все вы знаете, чем мы отличаемся. И действительно, одно из этих отличий, тем не менее мы упомянем, это, конечно же, Афтовегин. 156 публикаций в Пабмине, это крайне мало. Вы знаете, вот 156 его публикаций, 80-51% написаны авторами из стран, которые ранее входили в состав СССР. Ну, понятно, что тут реха таить. Все мы вышли из одной купели. Ну, и что если продолжить разговор о доказательной базе Афтовегина, то есть всего лишь 22 рандомизированных клинических исследований с 16 диагнозами, от мукозита до сахарного диабета. Пожалуйста, вы можете сами взять эту самую статистику. Что такое рандомизированные клинические исследования? Это те исследования, которые минимально необходимы для того, чтобы препарат утвердить по тому или иному показанию. Причем, обратите внимание, не случайно, 22 на 16. Почему это важно? Ну, потому что для того, чтобы препарат утвердить по показанию, необходимо, как правило, 3-5 исследований рандомизированных клинических исследований по одному показанию. Очевидно, что здесь таких требований нет. Соответственно, говорить о том, что у Афтовегина есть какая-то доказательная база, этого нельзя говорить. И общее число публикаций падает, что не мешает использовать этот препарат в нашей стране. Зато, конечно же, этот препарат не навредит. Почему это важно знать? Смотрите, мы назначаем какой-то препарат, нам важно, навредит он или не навредит. Если основываться на побочных эффектах, которые есть в инструкции, то это всего лишь аллергические реакции, нарушения страны кожи, подкожные клетчатки, крапивницы, визаторные покрасители. Тоже, в общем, аллергические реакции. То есть, на самом деле, никаких побочных эффектов этот препарат за собой несет. И это понятно почему. Если нет активного вещества, то могут быть аллергические реакции только на, скажем, раствор, на какие-нибудь, я не знаю, там, может быть, какие-то жиры, которые содержатся в этом самом препарате. В общем, вещь достаточно редкая. Таким образом, если вам или вашему родственнику какой-либо невролог назначил октовигин, который не содержит какого-либо активного вещества, то это, конечно, назначение препарата, который не может помочь. Но это средняя степень безграмотности, потому что если бы препарат вредил, то это была бы уже тяжелая степень безграмотности. Итак, вы очень просто решаете вопрос. Приходите к неврологу, назначил невролог вам октовигин, это средняя степень безграмотности. Как всегда, в конце ролика мы просим вас, пишите нам комменты, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь в обязательном порядке на наш канал. Это очень важно для вас же, потому что где вы еще узнаете такую информацию? Еще раз, без диагноза, не надо узнавать диагноз у врача. Ты только фиксируйте, что он вам назначил, а любой врач вам что-то назначит. Вы просто это все выписываете, смотрите ролик, вы уже знаете степень безграмотности вашего врача. Как всегда, мы просим, становитесь спонсорами нашего канала. Хотите облагодарить нас за этот ролик? Вы найдете реквизиты счета в его описании. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!